Итак, основная часть по работе составления книги завершена, но теперь самая ответственная часть проверка. Итак, в очерке, помимо очерка, есть еще две работы. Что касается очерка, прошу посмотреть список опечаток. Чтобы эти опечатки на указанных страницах, ровно на той строчке, которую я указываю, например, 14-я строчка сверху, находятся ли или нет. То есть, мало того, что мы исправили опечатку, надо, чтобы в списке опечаток было правильно все задокументировано. Более того, для того, чтобы быть уверенным, что количество опечаток найденных высоко, надо, конечно, сверить все таблицы. Все таблицы, какие в залезнике есть, кроме тех, которые, собственно, у них больше не бывают, эти все таблицы надо сверить или с Уитни, по-хорошему, или с Кнауэром, то есть, с надежным источником. По-буквенно, просто пальцем, как я беру, то есть, не просто в целом смотришь, о, да, совпадает, потому что в целом-то понятно, что совпадает, а тут ошибка, скорее всего, в какой-нибудь одной точечке или в одном макроне, поэтому надо быть внимательным. Таблиц достаточно много, но это, пожалуй, самая-самая ценная работа. Вау, ерунда, так. Так, хорошо. Дальше, значит, это что касается опечаток и сверки таблицы. Это очень-очень важно, и я это физически сейчас не успею сделать уже сам. Значит, утвердить угол оглавления. Оглавление, новое оглавление находится в конце книги. Книга на 160 страниц, получается. Оглавление занимает 5 страниц. Итак, нужно сверить, например, значит, у нас три произведения. Значит, очерк, статья, морфонологическая классификация и, скажем так, еще одна статья о языке Древней Индии. Значит, в очерке надо посмотреть, моя иерархия глав соответствует книге, нет. Соответствуют номера страниц или нет. Так, что, 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 что еще? Да, то есть это надо сверить. Открываем, собственно, саму книгу, смотрим. То есть это мы видим на заголовок, допустим, третьего уровня, это заголовок третьего уровня и это третьего, третьего. А это тоже, причастие на тайна, это на уровне глубже. Надо проверить, так же ли он у нас записан. То есть проверяем буквально все, ничему не доверяем. Я часто ошибаюсь. Утвердить нарезку лекции. Что это такое? Значит, в самом конце, третье произведение, это фрагмент, это не полностью вся лекция о языке Древней Индии. Это текст на 22 странице. Конечно, он весь не влезает. Тут влезло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 страниц. 9 страниц влезло. Значит, мне пришлось чикать. Везде, где я чикал, я указал это двоеточие. Вот, двоеточие. Вот, то есть, пришлось опускать. Надо понять, может быть, я удачно опустил, может, неудачно. Надо, чтобы, прочитав, не создалось впечатление, что это именно скроено, как лоскутное дело. Вот, значит, дальше утвердить текст на обложку. Ну, тут обложка находится... Тут пока... Ну, я не уверен, что это окончательно и хорошо, но, в общем, пока текст по-моему я на... Да, и сама обложка пока ещё не окончательна, но уже рамочка хороша, корешок прекрасен. Фон подлатаем. Здесь сделаем красиво и, в принципе, готово. Дальше. Утвердить текст экспресс-аннотации. Это самое сложное, и тут ещё конь не валялся. Возвращаемся в начало книги. Собственно, вот что имеется в виду. Этот текст, скорее всего, надо полностью переписывать. В общем, сейчас он есть, как он есть. Надо дать... Надо написать внятно, чтобы было информативно. Так, посмотри список опечатков. Ну, собственно, об этом я уже говорил, что в начале проведет список. И его нужно проверять. Ну, я за одну просто связываю с ними все таблицы. Вот, пожалуй, и всё. Вот, пожалуй, и всё. У нас две нумерации. Вот старая и, значит, в скобочках новая. Новая сквозная. Как-то так. Спасибо.